Чтобы заткнуть дыру в бюджете, правительство требует от госкомпании повысить выплаты дивидендов. Топ-менеджеры сопротивляются, а вот некоторые даже говорят, что их статус, статус госкомпании, не соответствует действительности. Парадокс в том, что это не первая попытка государства получить дополнительные средства в госказну, но в этой борьбе правительство всегда почему-то проигрывало управляющим госкомпанией. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. Итак, почему получить высокие дивиденды маловероятно? О каком размере дивидендов может идти речь в нынешних экономических реалиях? На что могут рассчитывать простые инвесторы, то есть миноритарии? И куда лучше вкладывать свои средства, чтобы получать стабильные и высокие дивиденды? Об этом мы сегодня попытаемся поговорить. В нашей программе принимают участие президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков. Здравствуйте, Владислав. Добрый день. И управляющий директор ГК «Лор» Сергей Хистан. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вы, уважаемые слушатели, также можете принять участие в нашей программе, позвонив по телефону 65 10 99 6, код города 495, или пишите нам на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Ну, вам, уважаемые слушатели, обычные простые вопросы. Есть ли у вас в портфеле бумаги госкомпании? Какие дивиденды вы получали? Чего ждете? Или куда бы вы хотели вложить деньги, если они у вас есть? В какие бумаги? Ну, а нашим гостям первый вопрос, скажем так, из темы. Почему все-таки у правительства ничего не выйдет, и казна не получит дополнительных средств? По крайней мере, так очень многие говорят, Сергей. Как вы думаете? То есть, вот эти 35%, да? Дело в том, что 35% в процентах, может быть, получить и удастся. Но, с учетом того, что, с одной стороны, менеджмент госкомпании имеет возможность формировать отчетность таким образом, что налогооблагаемая база... Отчетность по РСБУ вы имеете. Да, да, да. То есть, величину прибыли можно как бы представлять различной, больше или меньше, в зависимости от интересов, в числе прочего, и менеджмента госкомпании. Поэтому формально 35% государства, может быть, и получит. Но речь идет о том, что это 35% от полученной прибыли. Поэтому для того, чтобы платить меньше, достаточно показать меньшую прибыль. Абсолютно законных возможностей для этого более чем достаточно. А если вспомнить о том, что общий экономический фон, к сожалению, таков, что экономика находится до сих пор в нисходящей фазе экономического цикла, то понятно, что надеяться на значительное пополнение бюджета за счет этих 35% нет никаких оснований. Владислав, как вы думаете, 35% все-таки много сегодня для госкомпании? Все-таки сейчас они платят 25%. Ну, 35% это немного. Я значительно более оптимистичен, чем Сергей. Я все-таки думаю... Ну, ситуация такая. Экономика, чего скрывать, находится в рецессии, даже не в стагнации. Бюджет перенасыщен социообязательствами, которые были взяты, соответственно, в рамках предвыборной кампании. Желательно закрывать бюджет бездефицитно. И вот эти вот дополнительные 10% дивидендов от госкомпании – это как раз те деньги, которые позволят свести бюджет в ноль. Поэтому, я думаю, государству будет достаточно жестко давить на госкомпании. Она будет ставить KPI менеджменту, который будет связан с увеличением, соответственно, чистой прибыли. И с большой долей вероятностью эти деньги государство получит. Другое дело, что, возможно, не со всех, тот же самый Сбербанк, который у нас уже не Госбанк, а, в общем-то, вполне себе частный, плюс он поддерживает экономику, ему нужны дополнительные ресурсы. Это вообще отдельный разговор банковской системы, насколько я понимаю, да? Скорее всего, то есть деньги получат с определенными исключениями. Ну, а что касается таких монстров, как Газпром, Роснефть их нагнут? С большой долей вероятностью – да. Да, Роснефть, правда, есть у нее хорошие возможности за счет активности в сфере МНД и чистую прибыль минимизировать. Но с учетом того, что есть у господина Сечина Карлбанш делать нового глобального нефтяного монстра, то тут тоже одно из исключений, которое может присутствовать. Но на самом деле у нас не очень много сейчас осталось госкомпаний. Вот эта программа приватизации, о которой так много говорило правительство, ну, ушло на нет фактически, да? Можно ли говорить о том, что правительство на самом деле осознанно пошло на этот шаг, зная, что необходимо закрывать эту дырку в бюджете и расставаться с активами не хочет? Скорее проблема в другом. Дело в том, что при прочих равных условиях, вот если экономическая ситуация позволяет, правительство заинтересовано в сохранении достаточно большого количества госкомпаний. Поскольку госкомпаниями относительно легче управлять, вот некоторые управленческие решения можно реализовать напрямую, там, не путем переговоров, а именно в директивном порядке. Это, конечно, удобно. Более того, если оглянуться в относительно недавнее прошлое, то философски ситуация до боли напоминает то, что было в СССР в период подготовки, реализации и сворачивания Косыгинской реформы. Идея Косыгина, ну, для тех лет это была абсолютная инновация, да, дать самостоятельность предприятиям и отойти от директивного управления госкомпаниями, соответственно, к управлению хозяйственным. Однако, рост нефтяных цен, причем необычный рост, связанный с арабо-израильской войной 73-го года, причем рост в пять раз там в течение одного года, привел к тому, что государство эту реформу похоронило, чем, в принципе, в общем-то... Сейчас ситуация совершенно другая, она противоположная. Как раз очень похожа. Дело в том, что бюджет верстался, исходя из цены 93 доллара за баррель нефти. Текущая цена, даже с учетом всех колебаний, заметно выше. Вот эта разница, это как раз и есть... На 10 процентов. Да, ну 10 процентов, это очень немало для таких вещей, да. И как раз вот эта вот разница между той ценой, которую мы наблюдаем, и 93 долларами за баррель, это и есть то, что позволило правительству отложить приватизацию в долгий ящик. Вот. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем от сворачивания там или перенос в неопределенное будущее программы приватизации, это следствие того, что правительство смогло изыскать деньги из других... Но пока эти деньги не изысканы, есть только предложение, да, насколько я понимаю. Нет еще решения? Решения нет, но с учетом того, что приватизация вещь не быстрая, в том числе и организационная, а никаких реальных действий в этом направлении не предпринимается, скорее всего это будет решение о приватизации будет отложено как минимум, ну до, наверное, не раньше там 2-3 квартала следующего года, если действия начнутся прямо сейчас. Но по большому счету топ-менеджмент и жалуется, что лучше бы государство оставило в покое госкомпании, дал развиваться им, чем забирало эти деньги сейчас. Стратегически это верное утверждение, потому что при прочих равных условиях, если вводные менеджменты меняются слишком часто, то реализовать никакие стратегические преобразования невозможно по определению. Но, к сожалению, у нас сплошь и рядом, и это проявляется во всех сферах, решения принимаются не исходя из долгосрочных стратегических интересов, а из интересов текущего момента. — Ну, хотелось бы также понять, Владислав, а как это отразится на рынке ценных бумаг? Вот решение, да, мы увеличиваем дивидендные выплаты, эти бумаги подрастут, это как-то поможет рынку? — Ну, на рынке это отразилось уже позитивно, даже самая вербальная интервенция дала неплохой всплеск котировок госкомпаний. Действительно, по ряду компаний привлечение, соответственно, выплаты дивидендов до 35%, дивидендная доходность, исходя из текущих центов, становится сопоставимой со ставками по депозитам, местами даже больше. И, соответственно, покупка бумаг для того, чтобы получать долгосрочную дивидендную доходность, что в России пока отсутствует, у нас спекулятивный рынок, становится более интересным. И с точки зрения инвестора, решение пусть ограничивает возможность развития компании, возможности для капиталовложения и сделок МНД, пусть компания растет медленнее, зато дополнительный фактор доходности, думаю, будет привлекательным в том числе и для крупных западных инвестиционалов, которые условно гарантированы доходности. — А для внутренних нет? — Для внутренних тоже, но все-таки пока внутренний инвестор, он не очень знает и не очень доверяет фондовому рынку для того, чтобы началась какая-то масса активности. Потребуется несколько лет даже, если 35% эти будут выплачиваться. Первыми этим воспользуются крупные фонды, прежде всего западные фонды, для которых там доходность на уровне 10-11%, то есть только дивидендная, является отличным показателем. Собственно, очень сложно ее на Западе получить. — 65 10 99 и 6, код города 495, либо пишите нам на финам.фм на страничку программы «Парадокс». Продолжим сразу после новостей. — Высокие дивиденды госкомпании. Возможно ли это? Сегодня мы об этом как раз-таки и говорим с президентом инвестиционного холдинга «Финам» Владиславом Кочетковым и управляющим директором ГК «Лор» Сергеем Хистановым. Я бы хотел, чтобы мы с вами, господа, еще обсудили отдельно таких крупных игроков, например, как «Газпром». Да, не самые лучшие времена переживает компания, но это один из ключевых, да, плательщиков. Будущее этой госкомпании и что сейчас происходит с бумагами «Газпрома», Сергей? — Ну, если говорить о... — С точки зрения простого инвестора, да, вот я хочу, я думаю... — Вот с точки зрения простого инвестора «Газпром» достаточно парадоксальная компания, где причудливо сочетается, с одной стороны, огромный позитив, с другой стороны, ничуть не меньше негатив. Огромный позитив заключается в том, что доказанные запасы газа «Газпрома» до сих пор, там, несмотря на сланцевую революцию, колоссальные, да. Причем их достоинство в том... — А была ли революция — тоже большой вопрос. — Ну, вопрос дискуссионный, была, не была, некоторые эксперты, там, всячески ее критикуют, тем не менее, такой факт нельзя игнорировать, как то, что так называемая сланцевая революция, так дипломатично выражаюсь, привела к тому, что порядка 30% американского газового рынка, кстати, самого большого в мире, вот, занимает так называемый сланцевый газ. — Другой вопрос, насколько это искусственно, насколько это произошло за счет льгот и так далее. — Это больше негативный для «Газпрома» аспект. — Но, тем не менее, рынок газа, в отличие от рынка нефти, достаточно сильно фрагментирован по регионам, поэтому прямого жесткого влияния сланцевого газа на высокоприбыльные рынки Европы и Азии, к счастью, пока не наблюдается. — Второй позитивный фактор то, что значительная доля инфраструктуры «Газпрома» была сформирована еще с 70-х годов XX века, давно амортизирована и, в принципе, при грамотной эксплуатации позволяет получать достаточно высокую операционную прибыль. — Кстати, ирония судьбы в том, что как раз один из моих родственников, участник строительства этой инфраструктуры, я лично ребенком сварил три стыка на экспортном газопроводе «Урлэнгой» у «Помары-Ушгорода». — Написали, здесь был Сергей? — В одном месте я точно помню место, да, все, хочу поехать сфотографироваться на этом месте, да. Тем не менее, для своего времени это был колоссальный проект, геополитический проект, знаменитая сделка газ-трубы, которая, в числе прочего, способствовала разрядке международной напряженности. Именно результатом этой сделки было смягчение холодной войны, которая, мы видели, там завершилась под обещанием Хельсинских соглашений 1975 года. Это плюсы, то есть огромные доказанные запасы, существующая инфраструктура доставки к потребителям — это большие плюсы. Но есть и минусы, которые, к сожалению, уравновешивают в значительной мере. — Коротко, если можно. — Главный минус в том, что некоторые трубопроводные проекты многими экспертами ставятся под вопрос с точки зрения экономической эффективности. Потому что та транспортная мощность, которая создается с помощью этих проектов, явно избыточная. Особых перспектив загрузить эти проекты нет, а без загрузки, вот экономика трубопроводного транспорта такая, что наилучшая себестоимость доставки достигается при загрузке близкой к номинальной. Как только загрузка падает ниже номинала, там достаточно заметные постоянные затраты. — А мы это наблюдаем. — Да. Это ведет к ухудшению показателей, что отражается в котировках акций. — Это основные минусы? — Еще один минус носит временный характер, связанный с экономическим циклом. То есть потребление газа — это достаточно циклическая вещь. То есть экономика на подъеме, она растет, экономика на спаде, она падает. И сейчас не самые лучшие времена для компании с точки зрения потребления энергоресурсов. — Владислав, все мы это видим сейчас на котировках бумаг Газпрома. Все это отражается, но почему-то именно отрицательная часть она перевешивает. — Газпром, кстати, не так плохо себя чувствует на самом деле. Бумага интересная, инвесторы ее традиционно любят. По всем мультипликаторам, по DCF, чему угодно, видно, что она сильно недооценена. И, собственно, интерес к Газпрому сохраняется. И, несмотря на все минусы, которые Сергей абсолютно правильно отметил, по недолгосрочных инвестициях бумага интересная, вполне ее можно приобрести. — Тем не менее, вот, допустим, ТКБ, БНП, Перибас, да, они вышли практически из Газпрома достаточно недавно. То есть забрали долю и вышли, потому что они не видят ничего хорошего пока в Газпроме. И перешли в магнит. — Кто-то входит, кто-то выходит. Я знаю клиенты наши, которые там, это, конечно, не Париба, но там сотни миллионов рублей вкладывают в Газпром, потому что верят в его перспективы. Очень активно Газпром покупают сами сотрудники Газпрома. Они все-таки знают его изнутри, а не со стороны. — Я бы удивился, если бы они этого не делали. — Не знаю, вот сотрудники ВТБ я не замечал, чтобы они акции родного банка покупали. А Газпромовцы компанию любят. — Но, тем не менее, перспективы, вы считаете, есть в Газпрома. Несмотря на то, что в Европе снижается потребление, что есть проблемы с европейцами и в общении, та же сланцевая революция, о которой говорил Сергей, я уже не говорю о внутреннем рынке. Внутренний рынок тоже — это большая проблема для Газпрома. Вот все это складывается в такой негативный тренд для самой бумаги. — Ну, если речь идет о достаточно долгосрочных инвестициях... — Вот именно о долгосрочных, да. Мы же говорим о долгосрочной перспективе. — То текущий негативный тренд — это вещь достаточно второстепенная. — Почему? — А потому что его причина внешняя, основная причина негативного тренда в отношении Газпрома... — Но в случае с Газпромом и внутренняя тоже, она на одной чаше весов. — Нет-нет-нет. Я имею в виду, когда я говорю внешне, я имею в виду факторы внешние по отношению к компании. Не пытаюсь разделить рынки, а именно по отношению к компании. — Вместе с тем, как бы успешны не были дела со сланцевой революцией, для того, чтобы она привела к реальной конкуренции сланцевого газа с газом Газпрома, на ключевых рынках, не на рынке США, а прежде всего на европейском рынке, должно пройти значительное время. То есть строительство заводов по сжижению сланцевого газа, терминалов — это стоит достаточно дорого и занимает достаточно много времени. — Скорее всего, до того, как сланцевый газ поступит на ключевые для Газпрома рынки и создаст реальную проблему, еще наступит подъем европейской экономики, и, соответственно, период роста акций Газпрома мы еще увидим. Более того, стратегически Газпром, поскольку основной его товар — газ, это циклический товар, то есть на подъеме экономики он, естественно, спрос и цена растет, на спаде падает, то с учетом того, когда был там прошлый экономический кризис, то, скорее всего, мы увидим где-то в течение года максимум двух плавное ползучее снижение основных показателей, потом в течение года двух, наоборот, увидим заметный рост. Ну а дальше уже следующий кризис. Владислав, разговоры о том, что бумага Газпрома недооценена, мы ведем уже порядка двух лет, насколько я помню. У нас весь рынок недооценен, и мы ведем переговоры об этом, насколько я помню, лет 10 минимум. Но, тем не менее, это же очень такой тревожный звоночек, на самом деле, для корпорации. Это, скорее, не для корпорации, а для всего российского рынка, который оценен дешевле всех аналогов, не только развитых, но и бриковских аналогов. Российский рынок, где, к сожалению, не хватает внутренней ликвидности, то есть, как нас любят говорить, русские деньги, нет их сейчас на рынке, и государство пока не стимулирует, с которого достаточно активно уходят западные фонды, в том числе хэдж-фонды спекулятивные, которые во многом формировали тренд. Это, то есть, проблема экономики нашего, к сожалению, все еще недоразвитого финансового фондового рынка. Это, в меньшей степени, проблема госкомпаний, потому что, собственно, ну, не исключаю, что, если от каких-то там кипевая и мотивации оторваться, менеджмент «Газпрома» глубоко безразлично, сколько он стоит на фондовом рынке. Они там акции не размещают, деньги с него не привлекают, под свои акции не кредитуются. Но, тем не менее, когда они услышат цифру 35% дивидендов, которые необходимо заплатить, они волнуются. Ну, конечно, волнуются, потому что нормальная практика, все в дом, зачем отдавать кому-то деньги, которые можно пустить на другие интересные проекты. Совершенно другая ситуация с «Роснефтью», насколько я понимаю, правильно? Да, с «Роснефтью» ситуация как бы... Но димитрально противоположная или нет? Ну, нельзя сказать, что димитрально противоположная. И «Роснефть» и «Газпром» — это не только экономика, это политика и геополитика. Обе компании решают, в том числе, и политические задачи. Вот «Роснефть» сейчас есть задача трансформироваться в большого нефтяного монстра. Она это успешно делает. Но вот позиции «Роснефтью» с точки зрения геополитики, они насколько интересны и пристираются вот вглубь правительственных? Ну, здесь можно только предположения высказывать. Тем не менее, вот текущий тренд событий, которые происходят с «Роснефтью» и вокруг нее, очень напоминает строительство глобальной нефтяной компании, философски, опять-таки философски напоминающей, одну из пресловутых «семи сестер». То есть это глобальная компания, которая предполагается, что будет оперировать не только в России, но и в других странах, и которая обеспечит долгосрочную устойчивость и прибыльность бизнеса вне зависимости от конъюнктуры в отдельных странах. Прежде всего, спроса, конечно. Если эта задача будет хотя бы частично решена, то, соответственно, перспективы компании выглядят достаточно хорошо. И если посмотреть на развитие вообще нефтяного бизнеса, то там было несколько эпох дикого монополизма, потом разделения, то, скорее всего, тот, кто планирует архитектуру развития «Роснефтью», он явно смотрит на то, как развивались семь крупных нефтяных компаний, которые за глаза принято называть «семь сестер». Самая поразительная и парадокс ситуации заключается в том, что правительство еще совсем недавно нам говорило о том, что не допустит, чтобы госкомпании покупали или скупали какие-то активы других компаний. Сейчас мы видим совершенно противоположную ситуацию. С чем это связано, Владислав, как вы думаете? То есть пересмотр совершенно, ну, мы идем в другую сторону, мы меняемся в связи с тем, что происходит сейчас на мировом рынке. Что происходит? Почему нам сначала говорят одно, а мы получаем в итоге совершенно другое? И вот «Роснефть» — это яркий пример. Ну, «Роснефть» — это даже скорее исключение, чем пример. «Газпром», правда, тоже покупает, но это в основном зарубежные покупки. Соответственно, есть исключения в любых правилах. И в данном случае, насколько я понимаю, у правительства есть желание ограничить уровень присутствия государства в экономике, потому что все-таки частный сектор, как правило, эффективнее, и государство готово дать ему шанс. Но при этом есть исключение, в данном случае большой геополитический проект с «Роснефтью». То есть это чуть-чуть другое, другие задачи. Причем, скорее в плане покупок, ну, они возможны и на внутреннем рынке, ну, и «Роснефть» также будет ориентироваться на внешнее приобретение. Продолжим сразу после новостей. Ну, мы продолжаем говорить о дивидендной политике госкомпании. Почему все-таки наши топ-менеджеры не хотят платить 35%? По крайней мере, об этом они говорят, а эксперты их поддерживают. А с другой стороны, мы пришли к выводу о том, что им придется наверняка это сделать. 35% — это существенная цифра. А у нас сегодня в гостях президент институтного холдинга «Финам» Владислав Кочетков и управляющий директор ГК «Аллор» Сергей Хистанов. Вы, уважаемые слушатели, также можете принять участие в нашей программе по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт «Финам.фм». Даже если у вас, допустим, есть портфель, какие-то бумаги госкомпании, вы хотели бы по этому поводу высказаться, спросить, звоните, какие дивиденды вы получали, также можете рассказать об этом, чего ждете или куда бы вы хотели вложить деньги, в какие бумаги. Кстати, вот именно по этому поводу я предлагаю поговорить о второй части программы именно сейчас, потому что мы с вами поговорили более подробно о таких монстрах, как «Роснефть» и «Газпром» вскользь. Есть еще такой сектор, как «Банковский Сбербанк». Это отдельная история, если можно, в двух словах. Герман Греф говорит о том, что это не госбанк, хотя фактически 51% принадлежит Центральному банку. И Центральный банк мягко, мягко, очень корректно ставит Германа Грефа на место, когда он говорит о том, что все-таки Сбербанк не госбанк. Что в этом плане вы можете сказать? Насколько интересна бумага Сбербанка, его роль в этих 35% дивидендов политики? Да, Сергей, пожалуйста. Ну, прежде всего, это самая ликвидная бумага на рынке. Ну, пока же. Я думаю, что сохранится это в достаточно длительной перспективе. То есть в нее легко зайти, из нее легко выйти. Тоже не секрет, что место Сбербанка на банковском рынке достаточно особенное. Вот как любят шутить некоторые банкиры. Все банки равны, а некоторые равнее. Более того, до недавнего времени Сбербанк испытывал некоторую конкуренцию со стороны коммерческих банков с точки зрения привлечения пассивов от населения. Причем Сбербанк возмущался тем, что отчисления в систему страхования вкладов делаются, в общем-то, пропорционально объему вкладов, при том, что большая часть выплат происходит в интересах попавших в тяжелую ситуацию банков коммерческих и банков, как правило, малых. Недавний случай с одним из крупных банков, когда ожидаются рекордные выплаты АСВ, наводит на мысль, что, скорее всего, система страхования вкладов будет несколько изменена, что явным образом подполкнет вкладчиков в сторону Сбербанка. Понятно. Поэтому, скорее всего, если тенденция сохранится, то тренд к усилению роли крупных квази-государственных банков тоже сохранится, а Сбербанк, как самый крупный представитель данного сегмента, будет основным бенефициаром. Но это монополист. На самом деле, даже формально монополистом он не является. Все-таки конкуренция есть, и она достаточно заметная. Ну, заметная только с ВТБ. Не только. Нет, нет. Вы утрируете. Вы утрируете. Во многих сегментах есть Альфа-банк, есть банк открытия. Это частные банки, которые все-таки, по крайней мере, в розничном сегменте конкурируют. В корпоративном сегменте, да. Размер имеет значение. И здесь, к сожалению или к счастью, с этим не поспоришь. Владислав, извините, Сергей. Владислав, но банковский сектор на фондовом рынке в России это неинтересный сектор. Да почему? Вполне себе ничего. Сектор и в силу ликвидности, и в силу того, что банки показывают неплохую динамику, и что, в принципе, достаточно взвешенная кредитная политика крупных госбанков, вот как ни странно, вроде бы должны поддерживать экономику любой ценой, но портфель выглядит достаточно неплохо у того же Сбера. ВТБ, да. ВТБ последняя отчетность слабенькая, бумага чувствует хуже рынка, и, скорее всего, там потенциал снижения даже от текущих котировок есть еще 10-15%, а Сбербумага неплохая, в нее вполне можно вложиться, и фундаментально с точки зрения технического анализа она так смотрится вполне неплохо. Чем грозит вот эти 35%, о котором мы сегодня говорим, для Сбербанка? То есть, какие будут потери? Ну, тут сложно полностью смоделировать, то есть, на общем уровне понятно, то есть, снижение динамики кредитования, потому что... Да, а где взять деньги-то? Ну, то есть, Сбер меньше кредитует, соответственно, экономика получает меньше денег, меньше реализуется бизнес-проектов, ну, мы, собственно, вначале и говорили о том, что, скорее всего, для банков будет сделано исключение, потому что с ВТБ много не возьмешь, а Сбер как бы нужен как инфраструктурный элемент, чтобы за счет синергии больше можно получить, чем за счет дивидендов. А возможно ли банку, особенно Сберу, компенсировать свои потери, Сергей? Что значит компенсировать? Ну, то есть, получить эти деньги для того, чтобы кредитовать экономику в случае 35%. Тогда сама операция, там, сначала заплатить, потом получить, выглядит в достаточной степени бессмысленной. Не, а хорошая тема, дивиденды размещать, полученные от госкомпании, размещать на счетах в Сбере. То есть, соответственно, он вполне себе деньги может использовать. Да, это достаточно странное решение, да. На самом деле, действительно, скорее всего, Сбербанк добьется для себя просто особого статуса. Кроме того, не стоит забывать, что именно банковская сфера это та сфера, где в рамках разрешенных операций с бухгалтерской отчетностью можно достаточно широко регулировать ту же самую прибыль, да, бухгалтерскую прибыль, вот, и создавая несколько большие резервы, что, кстати говоря, и с точки зрения снижения рисков полезно, да, вот, можно показать меньшую прибыль в результате 35% от меньшей прибыли, может оказаться меньше, чем 25% от большей прибыли, вот. И как раз банки в этом плане наиболее удобны для осуществления подобных операций. Вообще, сама идея вот этого вот государства получить с госкомпаний в качестве дивидендов какие-то деньги, именно когда экономика находится на спаде, она неконструктивная. Дело в том, что эта идея, вместо того, чтобы проводить контрциклическую политику, да, то есть вот, когда экономический цикл идет вниз, логично экономику поддерживать, да, и наоборот, когда экономика растет, логично с нее получать больше денег в бюджет, да. Так вот, это решение, оно как раз наоборот, проциклическое, то есть оно достаточно противоразумным смотрится с точки зрения макроэкономики. То есть когда и без того... Вы на стороне тех экспертов, которые говорят о том, что скорее всего топ-менеджменту удастся отставить свои позиции. Я думаю, что топ-менеджменту действительно удастся, причем неважно, каким образом это будет сделано. Скорее всего, формально топ-менеджмент выполнит условия, но для того, чтобы уменьшить выплаты, ведь компания на самом деле принципиально снизит выплаты, а не формально цифру, там 25 или 35 процентов, то просто будут созданы там повышенные резервы под ссуды, да. Вот это, кстати, и надежность повысит. И, соответственно, прибыль уменьшится за счет этого. И 35 процентов с уменьшенной прибыли будет абсолютно четко уплачено в бюджет и браво об этом отрапортовано. Ну и что будет дальше? Соответственно, стоны миноритариев, о неэффективности менеджмента, о попытке независимых членов директоров там поменять руководство, которое ведет компанию краха. Вот посмотрите, чистая прибыль-то снизилась. Конечно, есть шанс удержаться. Но тут менеджмент, он на себя не меньше риски берет за счет занижения прибыли, чем за счет доп. Кстати, еще одна вещь, которая именно на банки, скорее всего, окажет влияние, это постепенное движение в сторону введения пресловутого базель-3, причем движение в числе прочего связано с определенным международным трендом, да. А что такое введение базель-3? Говоря простым языком, банк должен увеличить собственный капитал, увеличить достаточность капитала, и это хороший лозунг, почему банки должны иметь особый порядок вот в этом вопросе. Я уверен в том, что миноритарии будут визжать просто. Просто визжать. Если они все это увидят, услышат, и если эти решения пройдут, они скажут, а где наши деньги? А почему нет? Где бабло? Где наши бабки? Вы обещали. Где? Подобное... Учитывая вообще, вообще учитывая тренд по выплате дивидендов, это кульминационный период в конце каждого года, но я должен сказать, что мы услышим такой писк, такой визк. Неужели этого никто не понимает? Дело в том, что снижение прибыли, если и будет, то это не такие большие цифры в абсолютных величинах, да? Ну да. 25-35% это не радикальная фестеральность. Для миноритарей это существенная цифра. Ну, все относительно, да. Поэтому я думаю, что возмущение будет, оно есть всегда, миноритарии всегда недовольны. Ну так поэтому и говорят, что необходимо сначала заняться миноритариями, потом заниматься всем остальным. Почему нет? Дискуссионный вопрос. Тем не менее, любой менеджер, который решает какие-то оперативные задачи, в числе прочего, оглядывается и на вот такие вещи, как оптимизацию финансовых потоков с точки зрения и управления компанией. Если его заставляют слишком много отдавать на дивиденды, он примет все законные разумные меры для противодействия этому. Но опять-таки в рамках действующего законодательства. Владислав, сегодня вот какой уровень дивидендов, средний, если можно так выразиться? Ну, дивидендная доходность по большинству крупных компаний редко превышает 3-5 процентов. Вот я об этом же тоже хотел сказать. Но. И что? То есть в этом плане бумаги, нет, имеется в виду не сколько платят, а чистая прибыль, а дивидендная доходность, сколько дивидендов составляет к стоимости бумаги. А в среднем компании, ну, есть многие компании, которые практически там по 100 процентов в долгое время выплачивали. То же самое уралкалии можно вспомнить. То есть сделка по поглощению, акционерам нужно вернуть капитал, потраченный на покупку, вот вам большие дивиденды. Ну, в среднем платят вот так вот от 20 до 30 процентов частные компании. Кстати, дивидендная доходность 3-5 процентов как бы намекает на то, что держатели акций, инвесторы стратегические верят в перспективы компании. Как только дивидендная доходность по отношению к стоимости акций приближается к депозиту, это говорит о том, что перспективы роста бизнеса инвесторами оцениваются как близкие к нулю. Потому что чем выше перспектива роста бизнеса, тем меньше процент дивидендной доходности и наоборот. Вот, соответственно, бизнес, который зрелый, который уже исчерпал перспективы роста, для того, чтобы он был интересен инвесторам, должен обеспечивать высокую дивидендную доходность, сопоставимую с доходностью долгового рынка. Но у нашего миноритария другая психология, насколько я понимаю, да? Ну, к сожалению, так. У нас спекулятивный рынок, покупая бумаги миноритарии в меньшей степени думает о дивидендах, он планирует зарабатывать на курсовом росте. Хотя бы потому, что как-то нет у нас особой традиции дивиденды платить. Долгое время было трансферное ценообразование, которое позволяло чистую прибыль минимизировать, какие-то другие способы увода прибыли. То есть о миноритариях у нас компании долгое время особо не думали. Вот, наверное, последние несколько лет ситуация чуть меняется, появляются, наверное, нормальные дивидендные политики, начинают более-менее честно платить, показывать прибыль. Но, тем не менее, культура дивидендной у нас еще не сформировалась. То есть рантье на акциях нет у нас такого класса. — Сергей, но тогда в чем причина вообще заинтересованности дивидендной политики? — Заинтересованности кого? — Миноритария. — Миноритария? Ну, скорее это связано с банальным желанием получить какой-то доход в условиях, когда фондовый рынок достаточно долго не показывает вот тех темпов роста, которые были там 5-10 лет назад и так далее. Потому что многие миноритарии приобретали акции достаточно давно, а в период там 98-2008 годы темпы роста рынка были значительными, настолько значительными, что большая часть миноритарий почти игнорировала дивидендную доходность. — Сколько сейчас теряет вот обычная управляющая или инвестиционная компания в плане объемов рынка? Вот сейчас на данный момент. — С какой показателем? — С точки зрения прихода клиентов. — Даже трудно оценить, сильно зависит от маркетинговой политики конкретной компании, потому что разные компании работают в разных сегментах. — Я слышал 20% за последние полгода. — Похоже на правду, но опять-таки о какой компании идет речь? То есть у компании существенно разная клиентская база, есть розничные компании, есть премиум-сегмент, есть инвесткомпании, которые фактически обслуживают там аффилированных клиентов. — Мы с вами после новостей попробуем сформировать некий такой универсальный портфель для миноритария, который был бы интересен с точки зрения доходности. — После новостей. — Сегодня мы говорим о так называемых высоких дивидендах, которым придется платить, по крайней мере, госкомпаниям. Наверняка. О 35% о которых заявил Минфин. Но дело в том, что возможно, что топ-менеджменту удастся отстоять свои позиции, и уровень дивидендов будет на позиции 25%. У нас сегодня в гостях президент инвестиционного холдинга Финан Владислав Кочетков и управляющий директор ГК АЛОР Сергей Хистанов. Господа, мы бы хотели сейчас, у нас не так много времени до конца эфира, попытаться сформировать некий универсальный проект для сегодняшнего возможного среднего миноритария, который хотел бы войти в рынок. Если это реально, и какие дивиденды его ожидают? Ваши предложения, Сергей? — Я достаточно критично отношусь вообще к идее пристального отбора акций для долгосрочных портфелей, потому что... А очень просто. Дело в том, что Гарри Марковиц не зря получил Нобелевскую премию за свою портфельную теорию, которая гласит, что если выбирать с минимальным отбором акций, то результат инвестиции, ну, при условии, что у вас там в портфеле хотя бы 10-15 бумаг, при меньших возможных отклонениях, да, мало зависит от конкретного выбора бумаг. С учетом того, что у нас в экономике, хорошо это или плохо, вопрос номер два, доминируют, в общем-то, всего два сектора. Это один, это сырье и продукция первичного передела, да, все, что с ним связано. Второе — это внутреннее потребление, да. Ну, из них на рынке там... В результате портфель, который можно сформировать, в том числе из соображения там ликвидности, вот, получается достаточно, ну, включающий почти все ликвидные бумаги, которые есть на рынке. И инвестор, принимая решение о формировании этого портфеля, в большей степени должен понимать, что в большей степени результат его инвестирования будет зависеть не только и не столько от отбора акций, ну, если у вас одна бумага, там, не свыше, там, 5-7% портфеля занимает, да, сколько от выбора времени вхождение и, самое главное, выхода из рынка, да. Вот, поэтому мне кажется, что правильнее просто смотреть... Я понял, Хистанов у нас спекулянт. Нет, нет, но в плане долгосрочной... Вообще говоря, спекулянт, хотя я не краткосрочный, да, вот вы правильно сказали, но на портфельное инвестирование у меня очень четкий взгляд, причем близкий к подходу господи Гарри Марковица, да, что важнее умеренная диверсификация и выбор времени входа и выхода. Сейчас не время. Почему? Как раз вот сейчас и ближайший где-то год... Я бы удивился, если бы слышал от вас другой ответ, но тем не менее. И где-то год, да, время выбирать моменты, когда бумаги относительно падают и те бумаги, которые инвестору интересно включать портфель. Какие вот какой-то специфический выбор бумаги на горизонте 2-3 года, ну, речь идет о инвестициях, правильно? 2-3-5 лет, где-то вот такой, наверное, диапазон. Вот. Не очень конструктивен. Владислав? Я в целом солидарен с Сергеем. Сам я, например, вкладываюсь в широкий рынок, то есть я покупаю индексные фонды, то есть инвестирую наверно во все ликвидные бумаги и диверсификации, снижение рисков и, в принципе, не зависит от факторов одной компании, скорее от общерыночных, общоэкономических факторов. Можно сделать через индексный фонд, можно сделать через фьючерс, мне просто удобнее через индекс, чтобы не перекладываться. Ну, это самый простой инструмент. Отбирать отдельные бумаги, безусловно, можно, и эта стратегия является более доходной, но это требует значительно больше времени для анализа, и вероятность ошибки тоже возрастает. Поэтому пути я там не иду. Более того, индексная стратегия, помимо того, что это весь рынок, она еще заметные издержки снижает. То есть гораздо выгоднее с точки зрения издержек купить индексный фонд, чем особенно не очень профессиональному инвестору вручную формировать портфель. Кроме того, анализировать индекс с точки зрения движения, он несколько более техничен и несколько легче. Поэтому здесь правильнее ставить вопрос, не какие бумаги отобрать, а когда входить, и самое главное, когда выходить. Владислав, ну вы согласны, что сейчас не время входить? Да неплохое, на самом деле, время, неоднозначное, но неплохое. Если вкладывается не последнее, скажем, процентов 20-30 сбережений, я бы в перспективе до трех лет, вот сейчас бы купил. Кстати говоря, поддержу Владислава, дело в том, что уловить момент, когда рынок вот плавно, как сейчас, как где-то дрейфует в диапазоне с небольшим снижением, достаточно тяжело. И есть такой подход, когда инвестор диверсифицирует не только портфель по составу, но и по времени вхождения. То есть если инвестор сомневается, вот не знаю, вот сейчас купить или подождать, то самое простое это покупать там ежемесячно на какую-то небольшую величину и таким образом формировать свой портфель. На какую величине вы говорите? Ну это как раз моя стратегия, я примерно на 5% от портфеля каждый месяц довношу, то есть докупаю, пирамиджусь, как угодно можно назвать, но я в нормальном плюсе. Я надеюсь, что вы не в плечо покупаете, поэтому пирамидится это не совсем правильное выражение. Скорее диверсификация по времени формирования портфеля. Ведь время это тоже величина и соответственно вполне разумно диверсифицировать и по времени. Мы говорим о двух-трех годах, да? Скорее всего короче. Дело в том, что оптимистический прогноз, начало роста это где-то порядка года, пессимистический, причем так довольно сильно пессимистический, порядка пары лет. И ожидания эти связаны, как ни странно, с политикой ФРС. Всем понятно, что рано или поздно текущая политика ФРС вызовет инфляцию, инфляция по твердым валютам это фактически автоматический рост стоимости сырьевых активов, а рост стоимости сырьевых активов даже ребенку понятно, как повлияет на наш рынок. Это почти неизбежный рост вне зависимости от операционных показателей наших компаний. Идеальный клиент на сегодняшний день, который приходит в институционную компанию, какой он? Самое главное, понимающий, что он хочет. Он ничего не понимает, он хочет вложить деньги, не знает когда. Вот как вы говорите, у него есть, допустим, там, не знаю, какая-то энная сумма денег. Какая, во-первых, сумма должна быть, чтобы войти сейчас в рынок? На самом деле технический минимум очень демократичен. В принципе, он снизился, да, я знаю. Это не показатель, да. Ну, технический минимум тысяча долларов, да. Самое главное, что человек должен понимать не на уровне инвестиционной стратегии, а на уровне человеческом, что он хочет от рынка. То есть, какой риск он готов принять, сколько времени он готов ждать, какая доходность его интересует. Есть ли у него реалистические... Вот очень важно, с точки зрения того, чтобы клиент был идеальным, чтобы у него были реалистические представления о времени инвестиций, о возможной прибыли и о возможном риске. Вот если эти три компонента совпадают, то, с одной стороны, это будет хороший клиент для инвесткомпании, с другой стороны, скорее всего, человек с такими установками на рынке заработает. Если же, это вот тоже традиционная беда некоторых клиентов, у людей завышенные ожидания прибыли или заниженные ожидания рисков, что на самом деле довольно симметричные вещи, то, как правило, человек уйдет с рынка с недовольством, а иногда из достаточно больших... Большинство, Владислав? Сложно сказать. Скорее, усредненный клиент все-таки доволен. Несмотря на то, что рынок, ну, с середины девятого года, по сути, лежит на боку, и тренда в нем нет, массового оттока клиентов нет. В принципе, есть даже приток, к сожалению, тоже динамика привлечения стагнирует, снижается средняя сумма, с которой приходит клиент, но, тем не менее, нет массового оттока, есть некоторая диверсификация, фондовый рынок лежит, например, приходит на срочный рынок, на форсет, то есть клиенты начинают активно торговать. Кто-то уходит, кто у кого есть высокая склонность к риску, на тот же самый рынок Форекс. Растет интерес к американскому рынку, где все-таки там десятки тысяч бумаг, которыми очень активно торгуют. Но, тем не менее, клиент, который в рынок пришел, все-таки склонен к тому, чтобы в нем оставаться. Как минимум, это интересно, как максимум доходно. Клиент, который пришел на рынок и не получил быстрый легкий заработок, как вот было в годы, когда рынок бурный рост, если человек достаточно интеллектуальный, он, как правило, начинает улучшать свои инвестиционные способности. Он читает умные книги, он посещает некоторые курсы, он начинает думать и понимать, что на рынке можно зарабатывать не только по принципу «купил и держи», смотреть другие инструменты. Кстати, тренд роста интереса к зарубежным рынкам просматривается достаточно четко. Это сейчас. Если раньше, до 2008 года, это было экзотикой, то сейчас редко-редко кто-то спрашивал, то после 2008 года, с одной стороны, девальвация подтолкнула, с другой стороны, длительный период отсутствия сильного растущего тренда на российском рынке. Люди начали понимать, что есть не только российский рынок, что есть и американский рынок, есть европейский рынок. Какие дети по дивидендным выплатам сейчас? Ну, они есть практически всегда. Правда, чаще всего это компании второго, третьего эшелона. Ну, практически каждый дивидендный сезон находится компанией, на которых можно там и 20, и 25 процентов на дивидендах получить. Я понял, что 35 есть. Я не слышал, но хотел спросить. Может быть, я что-то не знаю. Нет, но многие платят и по 100 процентов, это нормально, а еще нераспределенную прибыль прошлых лет могут оплатить, и там получается как бы даже выше. Ну, именно если говорить о доходности, которую получает владелец акций, то, говорит, в сезоне 20-30 процентов найти можно. Ну, надо понимать, что в России налогообложение дивидендов довольно жесткое, причем и у компании, и у получателя этих дивидендов, поэтому все-таки чаще и гораздо больше инвесторы зарабатывают на курсовой стоимости акций, чем на дивидендах. Я думал, Сергей, ты к открытию счетов на Кипре подводишь. Много лет, много лет назад, да, начались дискуссии о том, что надо бы поменять налоговое законодательство, потому что ведь компания выплачивает дивиденды, если философски посмотреть на вопрос, да, отдает деньги, правильно? И логично, если компания отдает деньги, снижать налогооблагаемую базу. Вот если бы подобного рода новация была, потому что некоторые депутаты вносили такую инициативу, она, к сожалению, не получила поддержки, но я не исключаю, что к ней могут вернуться, да. Вот если бы подобную законодательную новацию приняли, мы бы увидели радикальный рост дивидендных доходностей и покупка акций с целью получать дивиденды стала бы достаточно мощной инвестиционной идеей. Ну, пока, к сожалению, можно только ратовать за то, чтобы депутаты вернулись. Объединитесь, господа. Вернулись к этой идее, да. И тогда бы государство могло получиться. Лоббируйте это в Госдуме. Я уверен, что это можно сделать. Ну, к сожалению, у нас около 1% населения является инвесторами. Это маловато, чтобы что-то в Госдуме пролоббировать. Но если у нас постепенно количество инвесторов все-таки вырастет, как в той же Турции, там, порядка 15%, кстати, удивительно, страна, в общем-то, не самая продвинутая, а вот такой высокий процент населения на фондовом рынке, то, в общем-то, с таким электоратом уже можно и в парламент партию соответствующую продвинуть. Большое спасибо за то, что вы к нам пришли. Мы поняли, что нам ждать пока ничего хорошего не стоит в связи с 35%, но тем не менее. Я напомню, что мы сегодня беседовали с президентом медицинного холдинга Финнам Владиславом Кочетковым и управляющим директором ГК АЛОР Сергеем Хистановым. Вы слушали программу «Парадокс». До встречи завтра.